Много проектов реализовано. Наверное, у каждого проекта есть какие-то особенности. Для кого не секрет, что в 8-м общежитии периодически выходят из строя плиты. И новые, и старые. И все задаются вопросом, почему они так часто ломаются. И расскажи нам... Я уже живу в 11-м общежитии, но все равно тоже интересно. Я думаю, в 11-м общежитии подобная ситуация тоже встречается. Расскажи, почему это, как с этим бороться, что надо делать, чтобы этого не происходило. Ну и, может быть, какие-то еще другие лайфхаки, особенности расскажешь, которые полезны для младших курсов и для будущих студентов. Что тут сказать? Плиты в общежитии – это бытовая техника, которая используется очень часто. И на всю мощность, если можно так сказать. Как бы это не домашние условия, и много человек на них готовят. При этом, так как это вещи казенные, то никто особо не парится по поводу того, по поводу аккуратности использования этих бытовых приборов. Соответственно, с вот такими вот условиями работы плиты выходят из строя. Что касается плит с обычными нагревательными элементами, там проблема в том, что устройство там тубое, просто подается электричество трехфазное на нагревательный элемент, раскачегаривает его, и оно передает тепло дальше к кастрюльке. Соответственно, она долго работает, эта штука, и просто перегорает нагревательный элемент, портится контакты и так далее. То есть устройство простое, но из-за того, что работает на больших мощностях и долгое время, из-за этого ломается. Индукционные плиты более нежные вещи. Там влияет, в частности, то, что когда разливается что-то, или вскипает, тогда попадает водичка, она затекает внутрь, и электроника выходит из строя. Там сенсорная панель даже есть, вот, она портится, ломается, из-за попадающейся туда бланя. Ну и бич всех плит, вместе взятых, всех этих типов, это драганы, которые заболзают внутрь, гайдят там все эти платки, на контакты, замыкают их своими тельцами, вот, и те, соответственно, ломаются. Вот, приходили к нам ремонтники, ребята, даже по гарантии попытались чинить плиты индукционные, они вскрывали эти крышки, обнаружили там просто кладбище из таракашек, которые просто заполонили, там, зеленого цвета на этой плате не видно, хотя она сама зеленая. Вот, все в этих тараканах, он говорит, какая тут гарантия, это совсем не гарантийный случай, тут как бы полдня от таракана чистить их надо, а потом уж понимать, в чем проблема, что они там в электронике сделали. Соответственно, все это вот нелегко. Вот, ну, мы в последнее время нашли частного мастера, с одной, ну, одну плиту починили, посмотрели, вроде, ну, посмотрели по цене, качеству, как выполняемых работ, все, планируем дальше с ним работать, в скором времени будем починить все плиты на всех этажах, наконец-то. Не по одной их чинить, потому что одну починил, другая сломалась, вот, хотим уж все починить. Ну, соответственно, вот это таракан. Что делать, как лучше, какие меры можно принять со стороны каждого из нас, чтобы этого не происходило? Соответственно, следить за собой, за тем, что вы готовите, и аккуратно относиться к предоставленному вам имуществу. Ну, разлилось, вытери, упала картошечка, подниму и выкини в мусор. Потому что, если полениться, забить не сделаешь ты, то после тебя не сделает никто. Соответственно, это все накапливается, превращается в зафоршмаченную плиту, которую потом уборщица начинает оттирать, ругаться, тоже все вот это ей не нравится. Соответственно, отсюда и поломки, и так далее. Опять же, с другой стороны, если ты видишь, что перед тобой кто-то готовил и рассыпал пловик, можно же взять тряпочку, стереть, выкинуть это, ничего от тебя не убудет. Понятное дело, что это несправедливая штука убираться за другими. Но, если так сделает каждый, поможет немножко убраться, понимать, что это общественное оборудование, и вот так вот благословно к этому относиться, то срок жизни, несомненно, вырастет. Потому что все мы соседи в общежитии, все мы должны помогать друг другу. И, соответственно, если ты будешь знать, что твой товарищ с тобой потом ему придется убирать, то, соответственно, ты сам не будешь мусорить. Ну, в общем, вот такая вот политика благодарного отношения к своим соседям, благодарного использования имущества, которое было вам предоставлено со стороны общежития, администрации и так далее, это вот главный залог того, что плиты, ну и вообще к другому относятся, плиты как самые технологически сложные в обиходе студентов предмет, не будут ломаться. Это относится, кстати, к раковинам, потому что в каждом блоке есть раковины, они забиваются, забиваются почему? Моют там посуду, всякая там капустка, чаек из чайничков, тоже очень популярная вещь, забиваются вот в этих трубочках, в сифонах, потом, соответственно, стоит вода сутками, пока не придет Степан Васильевич, все это не почистит. И никто не задумывается о том, сифон вообще зачем нужен в раковине. Он там, ну как в колене стоит вода, и он не пропускает запах из канализации раковины, чтобы не воняло. И вот когда приходится чистить вот эти все трубы, оно открывается со стороны канализации, там такая ванища стоит, что как бы нужно попробовать это хотя бы раз, починить ручками, почистить вот то, что там забивается, чтобы такого больше потом самому не делать. И лучше это, конечно, со слов услышать, воспринять, и подумать о своих соседях по блоку, о себе самом, или лишний раз остатки пищи выкинуть в мусор, или на крайний случай в унитаз, если такое вот происходит. Но чтобы вот раковина не забивалась, потому что это большие усилия стоит уборщице Степану Васильевичу, ну и вашим соседям тоже проблем приносит. Нужно думать о других и о себе. Вот это очень важно. Вроде бы и все о таких вот важных вещах пользования общественными предметами, что я хотел сказать. В основном наши студенты вроде бы ведут достаточно аккуратно об жизни. Мы сейчас стараемся проводить ее вместе с нашим замдеканом по нашим курсам, Егором Владимировичем, нашим воспитательницей и председателем Совета, проводить ежемесячные обходы по общежитию. Смотрим состояние комнат, ну, восьмерки, в одиннадцатый отдельно с Данилой проводятся такие обходы. Могу сказать за восьмерку, потому что по ней ходим, мы первый раз, мы прошли, никого не предупреждали, выявили некоторые там безобразия в комнатах некоторых личностей, мусор, ну, вы все это прекрасно знаете. Вот, на следующий раз мы ребят предупредили, потом еще раз, ну, в кочердом обходы мы предупреждали, обходили. Стало лучше, ребята убираются, уже следят за своими комнатами как-то. Ну, и, в принципе, даже по первому разу наша воспитательница сказала, что у нас общежитие для тех, вот, мы не предупреждали, никого внезапно прошли. И она сказала то, что в целом очень даже хорошо. Даже по сравнению с факультетом радиотехники и кибернетики, в котором она тоже является воспитательницей, она заявила, что на контакте ситуация получше с этим. И это здорово. Ну, это заметно в коридорах тоже как-то. Понятно, что там много больше собирается, но нет такого раскидных вещей там или еще чего-то. Все как-то более-менее хорошо. Вот, на стенах никто не пишет, там, ну, такого совсем нет запущения. Единственное, вот раками, плиты, в остальном все хорошо. Вот, хорошо. Вот на сайте нашего студенческого, так скажем, совета, ну, в разделе студенческого совета у тебя написано в разделе направления работы координация деятельности, обмен опытом. Можешь рассказать что-нибудь, как вот проходит обмен опытом, с кем ты его проводишь, откуда бежит вдохновение, и когда это проходит, может быть, кому-то там стоит поучаствовать, например, каким-то новым активистам. Поподробнее об этом, пожалуйста. Есть такой совет у нас между главными по административным хозяйственным отделам каждого из факультетов, потому что вот эти бытовые проблемы не случаются на каждом факультете, в каждом общежитии, немножко по-разному, но, в принципе, они схожи во многом. Соответственно, если у кого-то появляется проблема, мы обсуждаем ее, и те, кто уже ее решили, советуют, как ее можно лучше исправить, или делятся опытом того, как они ее исправили у себя на факультете, чтобы другие могли перенять опыт, извлекли из себя какие-то преимущества или достатки того или иного решения. Такое сотрудничество приводит к более продуктивному и более грамотному, качественному решению проблем. Те же самые, например, плиты, мечта, они стоят не только в нашей восьмерке, но и в других общагах, в шестерке, в семерке. Соответственно, насколько я знаю из этого нашего творяща, что, по-моему, в шестерке, в шестерке или в семерке ребята, соответственно, закупают где-то сами нагревательные элементы, вот эти чугунные бобины в круге, сами покупают и потом идут к мастеру какому-то своему знакомому общажному электро-голикому ионами, их восстанавливают. То есть это выходит быстрее и дешевле, чем просто обратиться в институтскую службу по урегулированию ремонта вот этих вот плит, ждать, пока они придут, принесут сами вот эти вот комплектующие, сами это все перестанают. Это все и быстрее, и как-то проще. Они вот предлагают такое решение, они сами делают так. А вы мы пользовались этим решением? Нет, не пользовались мы этим решением. У нас вот есть Степан Васильевич, в принципе, те плиты, которые, вот, мечта старая, он сам знает, как бы это сочинить, и он как бы вот два в одном. То есть у него есть эти круги, и он сам в курсе, как это все сменяется. Вот, собственно, он этим занимается у нас. Ну, это просто как пример вот такого решения на другом, понимаете, как они это делают. Например, другие общаги, которые тоже есть такие плиты, они могут воспользоваться этим решением. Тут все очень индивидуально. Вот, опять же, вот они предлагают такое решение, у них там есть какой-то знакомый электрик, который это может сделать. У нас есть Степан Васильевич, тоже золотой человек, который... И не только это может делать. В общем, тут еще одну нужную лекцию записать о том, что делать для нашей общежитии Степан Васильевич. Он и помогает студентам, просто если у них есть поломки их какой-то техники, или не техники, там, полки, все, что касается с мебелью, все, что касается, там, повесить полки, лампочки, ну, все обустройство комнаты, и плюс твои какие-то личные вещи по электронике, по... Ну, какие-то технические штуки. Он все это поможет сделать. У него хватает времени на каждого студента. Не то, что у него есть свободное время заниматься, а он находит время, чтобы уделить внимание каждому студенту. И заботится о благоустройстве общежития, о том, чтобы ребятам было комфортно, как никто другой. Вот. Большое ему за это спасибо. Соответственно, даже, вот, например, если есть в женском душе какие-то проблемы с обустройством петли маятниковые, например, на двери, новые полки, которые там, может, где-то проживели, большего размера, например, крючки новые, потому что там старые, например, поломались, он этим все это выявляет, говорит, что нужно так-то так, например, вот эти вот вещи скупить. Соответственно, мы находим, где лучше, качественнее это все находим, и он уже это все, например, устанавливает. И вот, на примере такого вот факта, ну, можно сказать, что у нас такое тесное сотрудничество, вот, по мере того, что касается устройства общежития со Степаном Васильевичем. Вот, лавочки, например, мы закупали новые там, или, ну, вот, в мужском душе тоже крючки или вешалки, что-то такое. Вот, соответственно, мы это все обсуждали, там, старые убрали, он нам показал, куда, вместе с нами там все занес. Ну, в общем, как-то вот это все в сотрудничество и взаимодействие, это классно, когда есть такой вот взаимодействие в общежитии. Хорошо, то есть, получается, обмен опытом у вас проходит между всеми руководителями административно-хозяйственных отделов, и потом ты, собственно, вот эту полученную информацию передаешь своим активистам Степсоветом в свой факультет. Да. А как он появился? Вы как-то вместе собрались и решили вместе проводить, или был какой-то один активист, который подтянул всех административных руководителей. И когда это произошло? То есть, недавно такое новшество появилось? Или же давно? До тебя, с тобой? До меня было, раньше там был Коля Агеев. Вот во время, в общем, на нашем втором курсе это появилось, получается, 2014 год. Там был сначала Коля Агеев, сначала создание вот этого совета, потом через год там появился я, и, соответственно, я там уже два года, получается, второй год. Как это появилось? Я не знаю, как сказать, там все началось с того, что вообще денег было, и которые нужно было поделить между другими на всякие проекты. Соответственно, мы собрались, и там, например, если... Фуфу, да. Если Фуфу, да, если там захочет себе купить каких-нибудь тренажеров, качал на 500 тысяч рублей, ну, как-то это будет нехорошо, а нужно будет как-то обсудить с другими ребятами, потому что фонд общий. Ну, понятно. Соответственно, из этих соображений возникло это все. Мы пришли, и Фуфу говорит, например, мы хотим вот классные штанги на плате, но мы ему говорим, нет, это как бы не очень выгодно, давайте вы купите, там, не знаю, никель банадевую. Вот они говорят, ну ладно, они покупают никель банадевую, и все хорошо. То есть, получается, в принципе, развитие всех общежитий у всех таких отделов идет почти что коллективно, параллельными курсами всех факультетов, раз есть... Я скажу так, большие, крупные какие-то закупки для спорткомнат, типа плит, досок, ну, что-то такое, что мы не можем, например, с баланса стульсовета приобрести, такие покупки, которые мы берем из институтского фонда, мы должны обсуждать с хозяйственными отделами других факультетов. Во-первых, и с целью сотрудничества, ну, то есть, обсудить, может, кто-то предложит что-то лучше из своего опыта, подскажет, что они сделали другого. С другой стороны, из соображений, ну, типа, честности, чтобы определить, ну, выделить ту или иную сумму на то или иное приобретение. Такие дела. Какие бы изменения ты хотел внести, например, в деятельности студенческого совета, может быть, факультета, может быть, института, что-нибудь хочешь изменить в своем отделе или что-то, предвидится, какие-нибудь проекты, опять же, которые будут меняться или добавляться новенькие, какие-нибудь, давай, какую-нибудь идею новое, новшество. Ну, если, конечно же, административно-хозяйственный отдел всем своим названием говорит то, что он далек от творчества, культуры, чего-то нового, каких-то ярких, интересных идей. Поэтому моя идея достаточно лаконичная и приземленная. Для наших целей, для наших задач нашего отдела, где часто приходится что-то заносить и выносить из института, те же самые фестфолл и роллапы, очень неудобно, когда приходится ради этого обойти три кабинета в разных корпусах института, чтобы получить подписи к служебной записке, на то, чтобы снести три лучших случаев, если эта вещь принадлежит институт совету, даже не институт совету, который просто здесь лежит, нужно обойти кабинет и подписать бумажки, это неудобно. Тем более, со стороны охранников тоже нет особого понимания уступчивости в этом плане и какой-то приветливости, что ли. Соответственно, это вынос какой-то из вещей должен начинаться за день до этого или в срочных, если в каких-то срочных обстоятельствах, то с раннего утра, чтобы это все собрать и занести туда эту вещь. Это очень удобно. Хотелось бы как-то этот процесс упростить, улучшить. И как-то хочется больше понимания к студентам со стороны охранников института. Потому что был такой случай, когда мы вопрос по выбору для ГОСа несли по лабораторию, по лабораторном корпусе ГАУС-служку Костяновскую. Соответственно, такая дура с проводами, все такое, мы ее несем через выходную, нам говорят, что нельзя, нужна служебка на это все дело. Мы говорим, что это вопрос по выбору вообще для физики и так, и так. Рядом проходят ребята тоже с какими-то там катушками, просто они меньше по размеру, и они у них умещаются в пакет, они с ними спокойно проходят. У нас эта штука тупо в пакет не поместилась, поэтому мы и так ее несем. Соответственно, там словесные дебаты какие вышли своего рода. Мы начали обсуждать с охранниками возможность пронести эту штуку на территории института и обслабливать ее тем, что это вполне законно и обоснованно, ну, с нашей стороны. Они нас уверяли в обратном, тоже чем-то руководствовались. Ну, соответственно, вышел какой-то неприятный разговор, еще это на фоне того, что если бы мы это несли в пакете, это умещающее, мы могли это спокойно пронести, что вообще как-то доводит до отсюда эта ситуация. Соответственно, мы зашли просто через ГК и зашли через подземный переход в ЛК и все это занесли, зачем был этот кипиш, непонятно. Соответственно, со стороны охранников такое поведение тоже как-то непонятно. Вот это бы хотелось улучшить, как-то вот эту систему с служебными, с охранниками. Вот. В общежитии улучшать можно бесконечно. Есть какие-то основные потребности студентов, в которых они нуждаются. Там отопление, электричество, возможность приготовить еду, раковины, душ. На данный момент это все более-менее налажено. Есть какие-то косяки вот там с плитами, мы их исправляем сейчас. Вот я говорил про то, что мы уже нашли, ремонтник, подходящий, и все. Ну, а также есть всякие вещи, которые служат для улучшения визуальной составляющей общежития, чтобы студенты чувствовали себя как дома или, по крайней мере, чуть комфортнее. Те же самые вот таблички. Например, внизу можно поставить новый диван, можно поставить аквариум, который там стоит с пластмассным рукодиточком и живыми рыбками. Ну, это, кстати, все в наших силах, и я думаю, мы этим займемся. Вот внести такие вот штуки, ну, там, мягкие игрушки, например, у нас внизу стоят цветы. Если бы их не было, было бы как-то более серо, скучновато. Соответственно, из таких деталей складывается более приятная жизнь факультета. И, я думаю, вот в этом направлении нам можно тоже поработать. Добавить еще одного большого белого медведя, чтобы всем он нравился и поднимал настроение с утра при выходе на лекцию. Хороший день! Вот, сука, счастливый будет сидеть на диване, а ты пизды на паре. Именно! Может, расскажите, как с тараканами божутся, я не знаю. Может, как вы боретесь, почему это тараканами, существует проблема. Чего, как вы боретесь? Да, ну, что с этим делать? Борешься с тараканами. А, с тараканами, вот, это большая тема. Расскажи про тему с тараканами. Вот, как борются с ними летом, когда все студенты выезжают. Как проходит обработка помещения, когда студенты находятся, собственно, на учебе и живут в кампусе, не выезжая. Поподробнее. Есть ли какие-нибудь животные, какая-нибудь живность, кроме тараканов в нашем общежитии? Конечно, конечно. Расскажи про наших сожителей. Нас немало клопов. Отлично. Вот, еще есть пару котов, хорек, в одиннадцатый заяц или кроликов. У нас в одиннадцатый даже есть еще маленькая змейка. Да, даже змейка, которая хавает яички. А, мыши, 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 как замороженные. Да. А, улитки. Одна из них сегодня, ну ладно, пришли. Осталось восемь. Паучок вроде. Ну, ладно, это не важно. Таракан. Короче, тараканы, они мешают. Они мешают жизни студентов. Они, как бы, коричневые, маленькие, ползают, хавают нашу еду, ну, неприятно, что уж говорить. Вот, поэтому все стараются от них избавиться. Вот, но как мы знаем, они живучие, как бы там, им мало нужно кислороду, могут без одной лапы ходить, даже без двух, там, ядерный взрыв, им все обуху. Соответственно, избавиться от них не так-то и легко. Есть два пути. Первый путь – индивидуальное истребление. То есть, студенты сами закупают ловушки, всякие аэрозоли с ядами против тараканов, мелки, которыми рисуешь на деревянных, ну, в любых поверхностях, и они тоже содержат какое-то ядовитое таракансное вещество. Соответственно, всеми вот этими средствами студенты пользуются, и на время это помогает. Но суть-то в том, что тараканы уходят из этой комнаты и переползают в соседнюю, там, где им есть пища, укромные места и так далее. Даже если личными средствами удалось их это выстроить, они переползают в соседнюю комнату, и когда вот эти яды утрачивают свое действие, время, их действие проходит, тараканы возвращаются обратно. Вот уже, может, не они, может, и внуки, дети, они кочуют на свое место рождения. И индивидуальными средствами истребить их нелегко. Второй путь – это специальная служба по истреблению насекомых, тараканов в том числе, они там против клопов, против тараканов. Вот специальная служба, она на балансе института, вроде бы, или город, ну, не важно. В общем, комендант собирает сначала список комнат, в которых студентам необходимо провести дезинфекцию против насекомых. Потом приходит, через неделю отправляется запрос, приходит эта служба, соответственно, студентам заворачивают все свои там вещички, все это там, пакетики, отставляют мебель от стен, там все это обрабатывается специальным составом, несколько суток там никто не живет, это все там пока выветрится, пока подействует, потом студент туда возвращается. Вроде как это помогает, но, опять же, на некоторое время. Потом тараканы из соседних комнат где-то не обрабатывалось, перекочевывают обратно. А ты вот сказал то, что там несколько суток студенты не живут. Их переселяют в другую комнату, просто в этом же общежитии на время, в котором стоят, их туда переселяют. Не много таких студентов получается, теперь же переезжают, ведь мест же не очень много в общежитии, проблем с поселением. Да, 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 мест не много. Ну, те, которые живут по двое, их соселяют по четверо, например. Те, которые по четверо, также по четверо. Ну, честно говоря, не знаю, не располагаю точным количеством свободных комнат, в которые возможно такое переселение. Вроде бы в этом семестре, в этой половине года с этим получше, ну, потому что я вот буквально недавно заходил к ребятам, которые вот как раз переселились из-за того, чтобы в комнате велась обработка от таракана. А в первом семестре нужно было проводить обработку от клокпов, ребят некуда было переселить, они жили в клубе, им поставили там кровати, они туда вещи свои, которые необходимы каждый день туда перенесли, и они проживали в клубе некоторое время, потому что действительно не было комнаты. Ну, это связано, наверное, с тем, что вот ртэшник вообще переселили к нам в начале года, сейчас, может быть, уже и повеселяли, я вот не в курсе. Ну, вот, факт в том, что недавно я вот был в комнате, в которого четверых переселили. Вот. Вернемся к тараканам, и суть с этим в том, что в некоторых комнатах даже потравили индивидуальными средствами, средствами официальных служб, которыми этим занимаются тараканы, потом из других комнат, из коридоров и обратно возвращаются. Так как они живут в местах таких, как как это правильно сказать, ну ладно, начнем с того, что под плинтусами в полу и в специальных отделениях, там, где проходят провода, и они закрыты такими продолбовыми, пластмассовыми белыми рейками, я оборожусь так. В общем, вот в этих местах, в розетках, за холодильником, за микроволновкой, в самой микроволновке, в углах, за кухонными тумбами, за кухонными шкафчиками, вот в этих местах труднодоступных, где мы, можно сказать, совсем, кто-то совсем, кто-то редко убирается, не следит за этим, и те же самые вот эти вот белые рейки для проводов, никто их не отдирает никогда, там они живут, буквально пару раз размножаются, и вот их уже много. Соответственно, это проблема. Эту проблему мы успешно решили, как раз в 2014 году, по инициативе какой-то институтской организации, может быть, это был молодежный комитет института, да, скорее всего, МКИ, мы закупили на весь институт бор, борной кислоты или бора, не уверен. В общем, вот этот вот весь состав, он смешивался с яйцом, и лепились такие шарики белого цвета, и в обязательном порядке мы прошлись по общаге, раздали всем эти шарики, и они их заложили во все углы, в самые огромные местечки. И на год тараканов не было нигде в восьмерке, практически нигде. То есть из-за того, что это было систематизировано и повсеместно, в каждую комнату мы заложили эти шарики, тараканы ушли. Это было вообще замечательно. Соответственно, через год сила шариков повалилась, ну и, конечно, еще в связи с тем, что были переезды, эти ребята, которые переезжали, заодно уезжали, может, они повыкидывали, скорее всего, повыкидывали. Ну, в общем, сейчас этого уже нет, и опять прибегаю к традиционным методам изготовления тараканов индивидуально, а не с помощью службы. Соответственно, будет здорово, если мы еще раз так же сделаем, вот таким же средством повсеместно от них избавимся. Это было бы здорово. Ну, вот вы вот на такое коллективное объединение всех руководителей, хозотделов уже обсуждали эту тему. То есть в тот же самый молодежный комитет направляли просьбу о том закупить, опять же, на весь институт раствора и перемешать с яйцом, изложить в углы. Да нет, вот в течение года, как вот эта проблема решилась, год прошел, и после этого, в общем, мы пока эту проблему не обсуждали, но стоит, конечно, стоит, и мы это сделаем. Выставим на обсуждение, и, может быть, если не получится общими силами это сделать, может быть, силами объединения вот Кванторха и ФБМ, потому что это нужно вообще вообще не раскладывать, вот, нужно будет тогда тремя факультетами так объединиться и везде это все проделать. Комендант надо однозначно поддерживать с этой инициативой, да, нужно этим заняться. Отлично. Вот ты уже упоминал такую общественную организацию, как МКИ, молодежный комитет. Какие вот еще объединения помогают тебе или вот хозяйственным отделам, из института, там, правком, например, какие-то, даже та же самая охрана, комендант, факультет, деканат или, как сейчас называется, директорат уже, институтские, может быть, какие-то службы или городские, например, по каким-то определенным вопросам, потому что ты уже некоторые упоминал. Ну, службы городские, как ты говоришь, те, которые борются с насекомыми, проводят обработку помещений, они закреплены официально за нашим студентом городом, ну, прикреплены вот к нашему округу, к нашему студенту в частности. Это все от нашего статусовета никак не зависит, регламентируется комендантом нашего общередия Лора Борисовны. И как бы косвенно, ну, это влияет на жизнь студентов, либо косвенно мы, получается, с ними как-то кооперируем, но напрямую никак. С деканатом мы взаимодействуем, конечно, по личным вопросам студентов, что очевидно, и при обходах ежемесячных по общежитию замдекан всегда присутствуют, с нами воспитатель присутствует, и помимо того, что мы оцениваем состояние комнат, в которых живут студенты, представители деканата, они часто не всегда интересуются успеваемостью студентов, спрашивают о том, какие есть проблемы на данный момент, что можно улучшить, что устранить, как в плане учебного процесса, так и в плане быта. Это все всегда договаривается, и иногда поступают предложения, заявки и вопросы о жизни того или иного студента, которые либо на месте решаются, сам декану дают какой-то ответ, либо потом приглашаются на беседу в другое время, и так этот вопрос решается. То есть это здорово, потому что каждый месяц такие обходы проводятся, они вот такую множественную, ну, многие функции на себе несут. В том числе, вот здесь происходит взаимодействие с деканатом. Справка, в котором тоже происходит взаимодействие, это по части проведения мероприятий, таких вот как ДОТ, 8 марта, там мы бывает друг у друга берем то или иное оборудование, какие-то конструкции, обменяемся, баллоны с гелиями и тому подобное. То есть чисто по хозяйству бывает, по дружбе, махнемся тем или иным. С МКИ, как я говорил, вот МКИ дало толчок для объединения начальников хозяйственных отделов, радиофакультетов для обсуждения проблем быта и жизни, которые станет в общежитиях. Наверное, все? Отлично. Расскажи какие-нибудь, может быть, интересные факты, которые были связаны с твоей работой, с жизнью в общежитии, может быть, даже какую-нибудь историю из твоей учебы. Сегодня прошел в душе, захожу, там вообще по кипяток клещ, я с крана просто вывертал и просто вот так вот справа налево кипяток херачивает. Вот не пройди. А, вот так вот, несет в камеру. Да. Льет кипяток справа налево в душе и, соответственно, ну, никого нету, а я уже разделся и как бы назад идти не хочется. Вот. Пробежал через этот кипяточек в другую сторону, закрыл град, начал там посмотреть, чего как. Вот. Потом пришел ремонтник, мы с ним вместе там все починили. Вот. Ну, соответственно, буквально история одного утра. Недавно пиздли 40-литровый баллон с гелем. У нас есть наши факультеты, есть баллон с гелем, в котором мы шарики заправляем на разные мероприятия. Соответственно, нужно его где-то заправлять. И мы нашли базу, где это можно сделать. Он весит там 100 грамм, 70-65. Ну и целое приключение вынести его из института, затащить его в тачку, все это там, чтобы он по стеклу не бил этим ключом, там тряпки какие-то подкладывали, пленки везли его, искали это место, заправляли, назад возили. Ну, то есть вот такая вроде задача отвезти-привезти. Но стоит тоже таких усилий в плане найти хотя бы транспорт для этого, причем Костя Базар нам помогает сейчас. Ну, так и физически перенести его. Вот. Ну, что еще за истории? В основном, физиологи истории складываются из того, что где-то чего-то не хватает и срочно нужно это найти. Соответственно, здесь начинает работать смекалка и друзья-товарищи, по которым ты ходишь, ищешь, помогаешь. И, как правило, ребята помогают и находят. Это здорово. Вот. Даже люди, которые, грубо говоря, формально не в отделе, там не присоединены, ни к кому. Можно к ним обратиться, объяснить ситуацию, они по-моему. Ну, вот классно. Забыл спросить тебе важный момент. Ты рассказывал про личную борьбу с тараканами, с насекомыми. Может быть, потом, как-нибудь, ты либо сейчас, если помнишь, как называется, где купить, какие-то средства. Либо потом, может быть, например, после видео мы это включим, чтобы люди не искали, не бегали. Не ходите по ссылкам. Если там будет показана информация, сообщи об этом. Всем будет полезно, опять же. Вы не закупите. Сложно сказать какую-то конкретную марку. Я даже не помню, но оно было красного цвета. Совет такой, просто идите в магазин и смотрите средства тараканов. Лучше, ну, как делал я, я комбинировал средства. То есть, там есть специальный гель, которым промазываются вот те места, где проходят провода, места в розетках, места в углах. Это все промазывается. И гель там остается долгое время. Соответственно, я считаю, что это эффективное средство. Во-вторых, это статичные ловушки, такие черные кругляшки, куда таракан заползает, хавает и умирает. Их можно тоже клеить куда-нибудь, под стол, под тумбочку, на вот такие места. Они как бы точечные, куда таракан заползается. Ну и плюс аэрозоль. Им вот можно попшикать, когда именно уезжаешь на выходные, на долгое время из комнаты или на каникулы. Это естественно. То есть, вообще, все, пшикать везде и уехать. Потом приехать. То есть, то же самое, что делают дезинсекторы. У них тоже специальный состав. Там в баллоне они его аэрозольно распыляют во всем местах. То есть, в такой режимке смешанные с воздухом, чтобы распылиться. Но это вот более-менее альтернатива. Ну и когда все эти средства вместе комбинируются, это должно быть более эффективно, я полагаю. Я делал так. Хорошо. Было интересно. Скажи какое-нибудь заключительное слово в камеру. Напустывающее для студентов, может быть, про жизнь, какие-нибудь интересы или приглашение к себе в актив. Какую-нибудь бодрящую такую фразу. Главное – это думать о своих товарищах, о своих соседях, потому что вы живете в большой дружной семье в одном общежитии, и нужно заботиться о своих близких на ближайшие 4 года, о ваших близких. Вот такое сотрудничество, взаимодействие – это самое ценное, самое главное. Все материальные ресурсы, все приложится, если будет такое сотрудничество и понимающие взаимодействие. Вот. Так и все. Спасибо. Было интересно. Заходите еще. Сейчас давай, мы тут ничего не двигаем, мы выходим. Они в фонгул. Они в фонгул. Они в фонгул. Сколько мы зайдем? Да, мы… Какую выключу, рейнер, и сродушку прошло. Учитывая, что на камере… Но это не концовывает. Какая же часть не записовская… Смотри, все части, которые не записались, мы просто будем переходить за это время. Ну да, передающиеся к каналам… Они примерно одинаковые не записали должны были. А это камера… Нееет. Нет? Нет, вот эта камера уходила и строила, пока вот эти не записывали, а пока вот эти не записывали, это работает. И что? Ну ладно, ну ладно, монтаж от тебя будет же сам как. Все, я вырубаю? Вальпой задней. Нет, масло. В смысле? Я его припахал. На все вообще? На половину. Хорош, че, хорош. Че, вырубаю? Да. Да. Я сейчас… Как было? Ну, стой. Ну, вы говорите, в общем, что я делал неправильно. Нет, ну, кстати, все более неправильно. Нормально. Просто… Нет, это плохой ответ. Давай, давай, сейчас объясняем. Чувствуйте недостаток какой-то… И все. Очень сложно понимать информацию, в какой-нибудь цели. Знаете, нужно нарезать из этого какие-то… Да, да. Типа вопрос-ответ. Пару, да, буквально. Ну, а так нормально, обрекались. Мало, все дела. Ты че не можешь это, на самом деле, на фон привожусь каким-то… Нет, я все сделал. Я по этому… То есть, вот это… Я на помощь, я подумал там, не знаю, либо на какое-нибудь помещение поставлю… Ну, ничего не такое. Опять же, например, какие-то вопросы, у нас все как бы сухо. У нас нет никакого экшена. Конечно, я не предлагаю тебе там, типа, как делать блогеры, какую-то одищу использовать. Нет. Чтоб там откуда-то выбегало… Ну… Ну…